Всем здорова, чуваки, с вами Джелл, и сегодня я нахожусь в GTA 5 с рубрикой Битва парашютистов. И с нами сегодня пилот-парашютист, это Дэн Горилл, и второй парашютист, Рэд. Поздоровайтесь, чуваки. Всем привет. Всем привет, ребята. Вот такой самолётик готов у нас для прыжков, так что сейчас мы садимся и взлетаем. А правила расскажу чуть позже. Короче, ребят, расскажу правила. Мы сейчас летим на самолёте, у нас у каждого есть по парашюту, и мы должны выпрыгнуть. И первую тачку, на которой мы приземляемся, мы её забираем, тюнингуем, прокачиваем и делаем с ней что хотим. Слушай, Денис, чтоб ты низко летишь, давай повыше набирай высоту, потому что я думаю мы куда-нибудь в горы полетим, и поэтому будет довольно-таки прикольно. И давай ещё выше, слушай, сможешь подняться? Да, давай, 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 давай. Слушай, Рэд, мы сейчас, ты приготовься, потому что будем парашют... А ты куда делся, стой? Я буду первый раз, ребят, прыгать. Что ты первый раз? Ой-ой-ой, стой-ой-ой, стой-ой-ой, пацаны, я выпал, выпал, Денис тоже выпрыгивай. Рэд, выпал. Ребят, да, я выпал. Ладно. Так, я, короче, открою тут парашют, слушай. Давай, давай. Ладно, давайте тут я предлагаю тачки найти какие-нибудь. Давай. Так, 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 я возле пляжа, я возле пляжа, пацаны, вы где? Я тоже возле пляжа, здесь. Ой-ой-ой, самолёт в миллиметре от меня выпал, упал, прикинь. Сейчас экшн, экшн снимаю. Офигеть, вот это взрыв, слушай. О, кто это летит рядом со мной на радужном таком? Я, я летаю. Здорово. Короче, давай предлагаю тут какие-нибудь... О, подожди, я уже к морю лечу куда-то. Стой, стой, мне надо развернуться. Тихо. Тихо, 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 тихо. Опасно. Слушайте, ладно, короче, ищем тачки. Быстрее, на которую тачку приземляемся. Ту тачку и берём, если что. Другие тачки брать нельзя, понятно? Ну, либо, ну, вообще не тачки, а любой транспорт. Всякие самолётики можно, вертолётики там, не знаю, что найдёте, пацаны. А если, ребят, подойдёте, я посмотрю. Ой, я чё-то вижу голубое, слушай. Да-да-да, я сразу нашёл квадроцикл. Квадроцикл? Ну, который плавает, знаете. Ой, ой, посмотри, спавнится ещё гидроцикл. Я тоже нашёл чё-то непонятное. Всё. Всплывай, чувак, всплывай. О, пацаны, я... Подожди, подожди. Я нашёл очень крутую тачку. Подожди, я тоже квадроцикл нашёл. Мы оба на квадроциклах? Ну, походу, да. Офигеть, слушай. Ну-ка. Сейчас, сейчас, я... Вы где там? Да, у меня тоже плавает, слушай. О, да. Дангрил, а чё ты нашёл, слушай? Я плыву сейчас на берег, на песок. Я думал, я вообще в открытое море улечу. Я на самолёт засмотрелся, короче. Я кое-как приземлился, потому что там столько аттракционов. Пацаны, подъезжайте ко мне, короче. Давай. Вот ещё квадроциклы стоят, офигеть. А только тут несколько, слушай. Вы меня видите, пацаны? Да. Как ты? О, Денис, здорово. Ты на Делори, а не сегодня? Да. Круто, круто. А где у нас Ред, куда он делся? Короче, ребят, круто то, что у нас у всех... Слушайте, у меня у Адоба, походу, цветной какой-то квадроцикл получился. Кстати, Ред, ты знал то, что если зажать H, то у него выбираются колёса? В смысле выбираются колёса? Попробуй зажать H, кнопочку. О, я превратился в... Да-да-да, мы прям реально как всё на гидроциклах. Слушайте, у Дениса же тоже он может теперь плавать, да? Как бы по воде не взлетая, если. Летать, да, можно сказать. Ну да-да-да, над водой. Слушайте, я предлагаю тогда гонки по воде устроить, найти какую-нибудь речку и там протестировать наши тачки. Но перед этим мы их протюнинговать обязаны. Просто обязаны, точнее. Ну что, тогда поехали, помчали в тюнинг и дальше смотреть, какие тачки у нас получатся. Ну что, ребят, я приехал уже в Лос-Анто с Казаном. Сейчас буду тюнинговать свой квадроцикл, квадрогидроцикл. Я даже не знаю, что это такое. Давайте начнём с первого. Броню. Броню я ставить не буду, так что, я думаю, стреляться мы не будем. Так что тормоза. Важное дело, тормоза можно поставить. Двигатель, конечно, на максимум прокачиваем. Взрывчатку я ставить не буду, хотя, наверное, при колодце можно было бы кому-нибудь его сунуть взрывчаткой. Но ладно, так делать я не буду. Фары поставим, конечно, ксеноновые, чтобы синеньким цветом светили нам дорогу. Или, тем более, речку, по которой мы поедем. Чтобы, знаете, некоторые речки грязные, а она будет прям синим светиться. Ну да ладно. А краску, давайте посмотрим, какая есть цвета. Я хочу металлик. И посмотрим, в какой цвет можно покрасить наш... Смотрите, какой фиолетовый классно переливается. Фиолетово-синий. Вот этот цвет мне очень нравится. Я бы его даже поставил. Но я сейчас выберу цвет и покажу его вам. Ребят, короче, решил я остановиться вот на этом фиолетовом цвете. Я посмотрел все цвета, и он понравился мне реально больше всех. Давайте посмотрим, какой можно сделать перламутр к нему. Чтоб чуть-чуть поярче. О, а перламутр меняется довольно-ки сильно. Так, так, так. Ну-ка, ну-ка, какие есть. Кстати, очень классные цвета. Можно выбрать вот такой желтенький. Можно выбрать оранжевый. Я даже не знаю, какой больше подойдет. Вот этот красный тоже ничего такой смотрится. Смотрите, красно-фиолетовый. Блин, очень нравится. Очень серьезно. Ну, я сделаю переливающимся его с фиолетового в синий. Мне кажется, смотрится довольно-таки круто. Так что покупаем за 18 тысяч этот цвет. И смотрим, что можно еще сделать. Дополнительный цвет. Меняется ли тут что-то? Вау, меняется довольно-таки достаточно. Ну, а второй цвет давайте выберем какой-нибудь прикольненький, который будет смотреться. Мне кажется, вот этот вот ультра-синий довольно-таки неплохо смотрится. С вот этим перламутром. Так что купим его и посмотрим. Мне интересно даже, какой цвет покрасят пацаны. Донес, они довольно-таки сильно будут отличаться. В принципе, что тут можно сделать еще? Трансмиссию. Ну, я не знаю, трансмиссия влиять ли будет на что-нибудь. На воду вообще. Турбонаддув тоже за 50 тысяч прокачиваем. И последний раздел. Это у нас колеса. Вот колеса я хочу какие-нибудь спортивные, знаете, поставить на него. Стандартные. И давайте посмотрим, какие будут тут колеса смотреться. Мне нравятся вот такие спицевые колесики. Знаете, необычно смотрятся. Так что я поставлю их и покрашу их, конечно же, в черный цвет. Это довольно необычно. И вот такой вот цвет будет смотреться. Смотрите, довольно-таки стильный квадроцикл получился. Так что все, оставляем его таким. Шины, конечно же, делаем там, ну не знаю, дизайн можно сделать какой-нибудь для красоты. И улучшение шин пулестойки. Все, вот такой мотик у нас приобрел. Окончательный раскраску. Цвет, стиль. И я хочу уже посмотреть, как пацаны затюнинговали тачки. И сейчас будем с ними соревноваться. На воде. Просто водные гонки, знаете. В общем, пацаны, мы приехали на пирс. Откуда, в принципе, мы и нашли, где тачки свои. На этом же месте решили встретиться. Короче, давайте расскажем, как каждый затюнинговал тачки. Чья вот эта машина? Это Денгрил, я так понимаю, да? Давай, расскажи, что ты с ней сделал. Слушай. Я поставил максимум тюнинг, двигатель. Поменял немного капот, бампера и колеса. И все, что делать? Слушай, а цвет ты решил оставить таким же, как он и был, да? Да. Ну слушай, ну да. Он довольно неплохо и так смотрится на ней. Слушай, Рэд, а что ты сделал со своим квадриком? Потому что я смотрю, они у нас так довольно сильно отличаются. Хоть они и одинаковые. Да, 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 да. Ну смотри. У меня красный цвет. В общем, очень символично. Да. По отношению ко мне. Полностью прокачал все только то возможно. Ну и поставил диски спортивные. Все, больше я ничего здесь не менял. Слушай, ну у меня диски... Так, я диски поставил, в принципе, спицы. Они у нас отличаются. Я уже думал, они похожи. И реально. Сделал два цвета. Один такой, знаете, перламутровый, черно-синий. А второй просто ультра-синий. Такой поярче сделал. Зеркала. И перед, в принципе, такой капотик маленький. Если так это можно назвать. Тоже покрасил шины в спортивный цвет. Такой сделал надписи спортивные. И прокачал внутренний его на максимум. Так что я предлагаю сделать гонку. И протестить, как они покажут себя на воде, в принципе. Короче, чуваки, мы уже обозначили маршрут, по которому сейчас поедем. Пацаны, вы его запомнили? Да, да, да. Все, это водный маршрут будет. И так что, Денис, я предлагаю тебе пустить ракету. И на взрыв мы уже будем стартовать. Так, 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 давайте. Пустил. Первая, первая, это сейчас, так сказать, зона будет, это туннель. Все, готовы, поехали. Поехали. Оп, колесики убираем. Воу, как мы одновременно это сделали. Слушай, Денгрилл, давай-ка ты по воде поедешь. Слушай, я бежу там по воздуху уже. Нифига себе. Так, так, так. Воу, ты прям над моей головой пролетел. Слушай, это было опасно. Давай, Ред, я прям за тобой, слушай. Давай не будем пропускать, короче, этого. Дениса, смотри, вон он гонит как. Тут, кстати, очень опасно на тачке. Она слишком, так сказать, тут чуть-чуть. Резвая. Резвая, да, тут чуть вправо повернешь и все, я тут развернуть можешь. Тихо, тихо. Так, я пока лидирую, пацаны, я лидирую. Да, 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 ты нас не сбивай, а то дисквалификация у тебя будет, понял? Серега, я специально под мою машину лезю. Все, выезжаем, мы выезжаем из воды. Слушай, а тут фары можно включить? Во, все, я фары. Пацаны, 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 ждите меня, стойки. Пацаны, я тут в пирс врезался, пацаны. Так, все, давайте, давайте, все, готовы? Сейчас. Серег, раз, два, три, стартуем, все. Денгрилу там еще надо разворачиваться, так что аккуратно, тут в такие бортики не врезайте, потому что я уже протестировал. Блин! Сейчас дисквалификация какая-то. Все, тогда, ребят, сейчас мы начнем еще раз. Ребят, в общем, так, мы сели опять на квадрики. Мы готовы запустить гонку опять? Ну, то есть продолжить ее? Все, тогда я отсчитываю сейчас 3 секунды, и мы стартуем. Делаю. А, давай, все, погнали, погнали. Так, 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 а тут, мне кажется, ты не поместишься, слушай, Денгрил. Ууу, тебе будет опасно. Я по твоей стороне, если что. Серег, ты справа, я слева, а сейчас налево поворот будет опасный. Так, во, поворачиваем. Давай. Так, Денгрил там сзади, да? Аккуратно, аккуратно, тихо, тихо. Прямо, прямо нам. Если что, сейчас, ребят, будет поворот резкий налево, так что не пропустите его. Так, он там по карте может, видите, да? Видим, видим, да. Так, 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 Денгрил, кстати, у тебя тачка будет сейчас немного дрифтить по воздуху, так сказать. Да. И далее вот этот путь, наш, влево, влево. И дальше наш путь сейчас ведет просто в открытое море. Слушай, тут чуваки какие-то. Чуваки, у нас тут пулеметы есть. Красавчик, Ред, я видел, как ты его скинул. Так, 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 нас Денгрил гоняет, слушай. А вот тут, кстати, знаешь, что можно сделать? Смотри. У нас есть такое преимущество. Берем такие, опа, и колесики свои вытаскиваем. Так, 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 пацаны, вы там где? Не боись, не у тебя у одного. Так, пацаны, что-то я один, походу, еду. А кто и полетел? Куда вы делись, пацаны? Я что, один что-то буду? Ты со мной мощно не знаешь было. Я, кстати, колеса достал и сейчас еду немного с колесиками. Ну ладно, я опять нырнусь по воде, поеду. Так, так, так. Ну, пацаны, давайте догоняйте уже, блин. О, я вижу, там Денис едет. Так, так, так. Денис, только ты не летай там, смотри, а по воде чисто прям левитируй. Да, без проблем. Без проблем? Так, я уже на финишный привой. Вот сейчас в открытый этот, в открытую реку, я не знаю, в открытое море сейчас выплываю. Тут трамплин есть. Ну-ка, ну-ка, я обязан на нем прыгнуть. Давай, 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 давай. Нет! Это что было сейчас такое? Пацаны, я застрял. Пацаны, я застрял, смотрите. Давай, помогу, давай, помогу. Давай, помоги. Воу, нормально, ты мне помог, слушай, вообще капец. Я упал из-за тебя. Решили мы устроить драг-рейсинг уже на колесах, так сказать, на твердой поверхности. Ребят, вы готовы? Денис, тогда стреляй ракету свою. И по взрыву мы сейчас поедем вперед. И посмотрим, чей транспорт будет быстрее всех. Воу, я вырываюсь. Так, все. Воу, я реально вырываюсь, слушай. Чего, я реально круче всех? А ты на максимум прокачивал рэд, слушай. Блин, я, походу, двигатель забыл. А, нифига, смотри, Денис меня догоняет, кстати. Денгрилл, ну-ка, ну-ка, не догоняй, я тебя не пропущу, слушай. Так, 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 так. Ты почти, у нас одинаковая скорость, смотри, ты даже по чуть-чуть догоняешь меня. У-у-у, вот это да. Слушай, была бы, мне кажется, трасса длиннее, ты бы меня обогнал даже. Ну, ребят, мне понравилась гонка, понравились тачки, слушайте. Я бы даже потом еще какие-нибудь гонки бы на них устроил даже. Ну что, ну, одно преимущество. У тебя, конечно, тачка умеет летать и плавать и ездить. Конечно, тебе повезло с Делорианом. А у нас, в принципе, только плавать и ездить, да, Ред? Да, да, да. Короче, ребят, если вам понравилось это видео, понравились вот эти вот, так сказать, транспорты, тачки, квадрики, то ставьте лайки, пишите комментарии, какой больше всего стиль тюнинга бы вам понравился у Ден Грилла, у меня, либо у Реда. А также подписывайтесь на каналы пацанов, на мой канал, потому что ссылки на них будут в описании. Так что с вами был Джел, Ред и Ден Грилл. Всем спасибо, всем пока. Всем пока, ребята. Всем пока.